В Вашингтоне на этой неделе завершился трехдневный саммит НАТО. Юбилейная встреча, посвященная 75-летию военного блока, завершилась очередным расширением сферы влияния. На этот раз на Ближний Восток. Генсек НАТО Йен Солтенберг заявил, что в ближайшее время откроется офис связи Альянса в Иордании. Это станет первым подразделением Альянса во всем арабском регионе. Иордания занимает стратегическое положение между Сирией, оккупированным Палестинским Западным берегом, Израилем, Ираком и Саудовской Аравией. О более выгодном положении на Ближнем Востоке НАТО могло только мечтать. Неизвестно, правда, чем именно обернется это расширение и открытие нового офиса на Ближнем Востоке, но известно, что против этой инициативы будут выступать такие страны, как Иран, Сирия и Ливан. Иорданская армия ТЕС сотрудничает с силами НАТО более 30 лет и направила несколько сотен военнослужащих за границу для участия в миротворческих миссиях НАТО, в частности в Косово, Афганистане и Ливии. Несколько западных стран, включая США, имеют свои военные базы на территории Королевства. Примечательно, что Иордания уже напрямую участвовала в операциях НАТО в защиту Израиля. Так, например, в апреле, когда Иран запустил более 120 беспилотников и баллистических ракет по территории Израиля, Иордания закрыла свое воздушное пространство и перехватила часть иранских ракет, летевших в сторону Тель-Авива. Тегеране были в ярости. Полгосударственное агентство ФАРС тогда заявило, что следующей целью Ирана может стать сама Иордания, если Королевство еще хоть раз вмешается или встанет на защиту Израиля. Примечательно, что президент Турции Реджеп Тайпердаган выступил против дальнейшего усиления взаимодействия между НАТО и Израилем. Напротив, президент Турции призвал страны-альянсы усилить давление на Тель-Авив, чтобы положить конец войне в Газе. В целом же, саммит НАТО был больше похож на подготовку к пуре. К пуре в виде возможного возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом после наибольских выборов в США. Европейские лидеры использовали саммит в Вашингтоне для того, чтобы устроить встречи лично с Трампом или с его помощниками. К экс-президенту на прием в резиденцию Мар-О-Лага полетел, в частности, главный миротворец европейской политики прошлой недели, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Республиканец Трамп ранее в этом году заявил, что при нем Вашингтон не будет защищать страны НАТО, которые тратят на свою оборону менее 2% ВВП. В феврале этого года Трамп заявил, что будет призывать Россию делать все, что она, черт возьми, хочет со странами-альянса, которые, по его мнению, недостаточно тратят на собственную оборону. Заявление республиканца и его потенциальная победа на президентских выборах добавили еще больше неопределенности саммиту НАТО в Вашингтоне, заставив даже бывалых европейских лидеров гадать, чем же обернется и как же изменится политика США в случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре. Именно поэтому лидеры альянса постарались подготовить подушку безопасности на случай прихода Трампа к власти. Так, в общем коммунике члены НАТО согласовали о формулировку, что членство Украины в НАТО неизбежно. Это хоть какой-то шаг вперед по сравнению с тем, что в прошлом году было сказано на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда в итоговом коммунике альянса не было хоть какого-то слова о том, что альянс берет какие-то обязательства перед Украиной. Украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне, особенно учитывая, что ситуация могла сложиться куда хуже, пишет газета «Политика». Президент Зеленский во время выступления перед лидерами альянса призвал их дать еще больше оружия и снять все ограничения на удары западным оружием по России. Если мы хотим победить, если мы хотим преодолеть, если мы хотим защитить нашу страну и защитить его, мы должны улучшить все эти лимитации. При этом еще перед началом саммита генсека альянса Йенс Толтенберг предупредил, что нет никаких шансов, что Киев получит официальное приглашение стать 33-м членом альянса во время встреч в Вашингтоне. Саммит НАТО на самом деле преследовал еще одну цель – продемонстрировать сильные стороны президента Джо Байдена после его провала на дебатах в конце июня. Однако в итоге встреча лидеров альянса вернулась таким же курьезом для действующего главы Белого дома, еще больше пошатнув его рейтинги. Во время выступления на саммите 11 июля президент США по ошибке назвал президента Зеленского президентом Путиным. Чуть позже на пресс-конференции Байден снова ошибся и назвал своим вице-президентом Дональда Трампа. Каждый такой промах Байдена может стать для него решающим, учитывая пристальное внимание к его персоне со стороны однопартийцев и прессы. По данным издания Bloomberg, демократическая партия до конца июля планирует провести национальный съезд, чтобы определиться окончательно с тем, кто будет представлять партию на наеврских выборах президента. Пока же альтернатив Байдену среди демократов не видно. Ходят слухи о том, что следующим президентом может стать вице-президент Камала Харрис, однако ни она сама, ни Байден пока не подтверждали эту информацию.